Рынки-позиция 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 Я еще на рынке не появился, я думаю, что будет интересная идея на самом деле. Что касается Snapchat, то диапазон инвесторов сдавали 14-16 долларов. Размещение будет, согласно последней информации, порядка 17 долларов. 900 миллионов долларов получат основатели, его технический помощник и те инвесторы, которые заходили в первом раунте финансирования. Самая компания будет оцениваться на 23 миллиардов долларов. Это больше, чем первоначальные оценки, соответственно, это можно признать успехом. Просто из-за того, что сейчас есть большой интерес к акцентам технологического сектора. И, согласно последней статистике, те компании, которые на бирже размещались в 2016 году из технического сектора, они 95% торгуются выше цены размещения. Соответственно, Snapchat может повторить эту судьбу. Плюс рыночная конъюнктура сейчас зато благоприятствует, но в дальнейшем ситуация будет под большим вопросом. Благоприятствует. Так, значит, и тот самый Spotify может выйти на размещение при хорошем качестве? Да, Spotify тоже может выйти, если его ранее не купит, например, Alphabet Google. Хорошо, давайте послушаем сегодняшние рекомендации от наших экспертов. Начинает фундаментальная команда. Артем, пожалуйста, две минуты. Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня я хочу предложить сделку по покупке британской валюты против доллара. Для тех, кто следит за этим инструментом, наверняка могли заметить, что в последнее время фунт является довольно волатильным активом. Да и, в принципе, после Brexit эта тенденция сохраняется в течение длительного периода времени. И с точки зрения новостного фона актив также интересен, потому что сейчас одной из основных тем – это, возможно, второй раунд референдума в Англии, в Шотландии. Правда, это формат слухов только, но на официальном, скажем, шелоне власти еще эту информацию не подтвердили. Буквально некоторое время назад в центре внимания трейдеров было решение Верховного осуда Великобритании по поводу правомощности действия Терезы Мэй, которая занимает постпремьер-министра Англии по инициированию 50-й статьи Лиссабонского договора. Собственно, как ожидалось, СУП постановил, что полномочия сделать это есть у Терезы Мэй, но только после того, как оно пройдет как законопроект обсуждения сразу в двух палатах парламента. Это, на самом деле, позитивный фактор, потому что это значит, что процедура, в принципе, принятие конкретной дорожной карты выхода Англии из состава ЕС будет максимально ясное, прозрачное, без каких-либо витиеватостей. И, в принципе, Терезы Мэй также выступала за то, что голосование должно пройти, потому что она всячески ратует за то, чтобы сохранить доступ к единому европейскому рынку, ну или, по крайней мере, оформить какие-либо дополнительные торговые соглашения. Сегодня мы коснулись еще темы доллара. Американец позиционно, безусловно, сохраняет значительный потенциал для дальнейшего роста и фундаментально мы, в принципе, объяснили, с чем это может быть связано. Но в то же время, после того ралли, которое уже состоялось в последние дни, можно допустить то, что в преддверии, опять же, закрытия недели, сегодня-завтра мы увидим и локальный откат, коррекцию перед следующей неделей. Соответственно, если этот сценарий будет реализован, я полагаю то, что риск попробует еще отыграться, и, в частности, у фунта могут появиться очень неплохие шансы, чтобы добраться до цели 1.24, к примеру. А что касается самой сделки, можно брать прямо сейчас... Без стопов? Стопы есть. Сейчас котировки, наверное, 1.2281 примерно, а стоп можно поставить на отметке 1.2150. Спасибо. Ну а сейчас техническая команда с ее рекомендациями. Станислав, пожалуйста, ваши две минуты. Благодарю. После сработавшей рекомендации по покупке ExxonMobil, вчера были достигнуты уровни, которые называл ранее, пришло время обратить внимание на акции 2-го, 3-го эшелона. Есть такой сегмент компаний газодобывающих в США, и, скажем так, одна из самых интересных идей, которые есть в этом секторе, это компания Southwestern Energy. С начала декабря акции потеряли практически безоткатно 40% на фоне прогнозов метеорологов, что будет очень теплая зима, что привело к снижению цен на природный газ. Сейчас мы видим стабилизацию ситуации на товарном рынке в то время, как акции Southwestern Energy только сейчас начинают демонстрировать попытки восстановиться. Если мы посмотрим на технический график этих бумаг, то мы увидим, что последнее движение сопровождалось с гэпом вниз. Сейчас мы видим ситуацию, формацию техническую, неудавшийся размах, что предполагает, что как раз к этому уровню гэпа мы можем вернуться к отметке 8.17. Ну и вдобавок к этому, если вернуться к предыдущему графику, то можно заметить, что мы там сформировали треугольник, пробили его вниз и сейчас вернулись к его нижней грани. Тем самым, с точки зрения классики Ларри Уильямса, мы могли сформировать ловушку специалистов. То есть мы загнали в капкан шортистов, тех, кто играли на понижение котировок. Соответственно, вчера мы протестировали линию неудавшегося размаха, и теперь мы можем с чистой совестью продолжить движение наверх, и тем самым на закрытие этих коротких позиций. Поэтому я рекомендую покупать сегодня с открытия. Цель я уже обозначил. Стоп-лосс мы ставим на минимум первого часа торгов минус 2 цента, либо на отметке 7,57. Благодарю. Ну что ж, сработает ли капкан, мы узнаем завтра. А сегодняшние темы, конечно, связаны в том числе и с дивидендами, поскольку Сбербанк отчитался по международным стандартам финансовой отчетности. К слову сказать, накануне и Банк ВТБ тоже представил свою с внушительными результатами отчетность. Так вот, Сбербанк увеличил чистую прибыль по международным стандартам в 2,4 раза и на 3,5% в четвертом квартале. Тут, в общем-то, хорошие показатели. Рекордная чистая прибыль, рекордные практически темпы роста. Аэрофлот хорошо отчитался. Вот, например, эксперты Forbes тоже писали о том, что одни из самых лучших бумаг по дивидендной, опять же, доходности и составляющей в 2017 году, это как раз может быть Аэрофлот, Россети и Алроза. Артем, скажите, насколько сейчас вам кажется актуальным тема дивидендов? Актуальна ли она в преддверии того, что у нас закрытие реестров еще стартует, ну, скажем, не сиюминутно? Стоит ли подбирать какие-то бумаги в дивидендный портфель? Я думаю, то, что хорошее время, чтобы формировать дивидендный портфель, даже уже замахано на 2017 год. И мы уже неоднократно обсуждали тему с российской валютой. Я предлагаю обратить внимание, прежде всего, на те компании, у которых колоссальные долларовые депозиты. Это какие компании? Это, к примеру, Сургутнефтегаз, это Норильский Никель, Фосагра, к примеру, Русагра, Россети, почему бы тоже нет. Соответственно, если допустить то, что сценарий в 2017 году будет не самый благоприятный для российской валюты, то положительная переоценка их долларовых депозитов позволит обеспечить дополнительный приток дивидендных платежей для акционеров. Поэтому, в принципе, те бумаги, которые я сейчас назвал, являются очень неплохими кандидатами на формирование заведомо интересного дивидендного портфеля. Как раз сказал нам Артем о судьбе российской валюты. И, в частности, сегодня вышла уже информация о том, что в феврале Центральный банк в феврале купил Минфину валюты на 88,3 млрд рублей. И, таким образом, мы видим, что идут в тех заявленных рамках пока объемы выплат. И они несущественно, как мы видим, вносят какую-то волатильность или шум в динамику российской валюты. Но вот скажите, Станислав, например, сегодня еще 10 директоров ритейлера, который недавно разместился, провел IPO «Детский мир», рассмотрит вопрос о выплате акционерам в качестве дивидендов 100% чистой прибыли. Интересны ли такие бумаги? Что вы думаете вообще про дивиденды? Я думаю, что 100% это просто феноменально. Это просто подарок для тех, кто решил поучаствовать в IPO. Я думаю, специально были какие-то кулуарные договоренности. Я думаю, что это поддержит капитализацию, не позволит ей опуститься на фоне той неблагоприятной ситуации, которая сейчас есть на рынке. Ну, и в целом могу сказать, что у «Детского мира» есть интересные планы. Думаю, что компания интересная. В целом, вообще дивидендные истории на российском рынке интересны на фоне других развивающихся стран. Спасибо огромное. Станислав Вернер, независимый управляющий активами, выступает за команду технического анализа. Артем Дейв, ведущий аналитик инвестиционной. Компания «Маркетс» поддерживает фундаментальную счет 1-1 на рынке позиций. Это Елена Хрупова. Не переключайтесь. Все вам доброго.